Купил я этот виски, потому что смотрю сериал «Подпольная империя». И там как раз организатор всей вот этой бутлегерской движухи в Америке в 1920-1930 годы. Наки Томпсон, персонаж этого сериала. Получается, увидел название. И как же я не возьму. Поэтому сериал, кстати, любопытный, нормальный, посмотреть можно, не самый лучший. Но, в принципе, довольно интересный. Всем рекомендую. Ну, а насчет виски, скорее всего, не очень. Потому что чего можно ждать от российского розлива? На самом деле, компания «Алвиса», я погуглил, посмотрел. Очень классно о нем отзывается. Иркин от Узмуховедов на их официальном сайте, в канале «Алвиса». Ну, это реклама. Конечно, это реклама. Ему заплатили, все понятно. И... Да. Я это понял сейчас. Когда я попробовал его, налил себе. Вкус ароматика. Оставляет ждать лучшего. Ничего хорошего. Ну, не буду просить прощения у вас за то, что снято на коленке на телефон. Потому что, как-никак, большего этот виски точно не заслуживает. Какого-то особенного света, постановки, кадра. Да. Да. Все очень грустно. Нагло выше дешевые бленды. Такие, как Red Label. Такие, как Teachers. Кстати, вроде как, как Эркинг Гривисту, Teachers. Это тот же самый купажист, что и Наки Томпсон. Ну, не знаю, с трудом верится. Вообще, сейчас я попробую на кадр, как обычно. Я думаю, ветер задувает не очень приятно. Но что поделаешь. О, Господи, Боже мой. Это жестко. Боже. Боже, нет. Спасибо. Наки, Наки, парень, ты меня разочаровал. Разочаровал ты меня сильно. Нет, ну, конечно, какие-то ароматы есть, безусловно. Но не вижу смысла какого-то говорить. Потому что эта спиртуозность затмевает все. И я бы сказал, не просто спиртуозность. Такая, ну, противная железная составляющая, как у любого вискаря, дешевого-дешевого. Такая, ну, блондятина прям конкретно ужаснейшая. Да, ничего, наверное, тут не получится выцепить. Ну, ситуация какая. Этот виск, получается, произведен в Шотландии. Все как надо. Но, в итоге, потом он развивается у нас. Ну, естественно, это по заказу произведено компанией Alvisa. Ну, что ж, я не дам, наверное, шанс этой компании еще. Попробую односолдовый. Точнее, не односолдовый, а смешанный солдовый виски. Это Glenn Eagles, по-моему, что ли. Эркин тоже его расхваливал. Но, понятное дело, что это реклама была у него. Я его, в принципе, не осуждаю за это. У всех должна быть своя голова на плечах. И этот виски, он, но не... Чтобы вот так вот его чистым пить, он для того, чтобы использовать его в коктейле. В коктейлях, наверное, он зайдет, ну, неплохо. Он, в принципе, недорогой. Около 600 рублей за 0,7. Хотя, блин, за эти деньги порой, мне кажется, можно что-то иногда поинтереснее взять. А может быть, уже и нет. Ладно, ребят, Наки Томпсон повторный я бы себе не взял никогда в жизни. Абсолютно. Но дадим шанс Glenn Eagles. Почему бы нет? Я всегда верю. Верю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова